Организаторов этого турнира также боец смешанных единоборств Зелимхан Умхаджиев, который рядом со мной, также у микрофона, Зелимхан Маршуол. Алейкум салам. Зелимхан, первый вопрос сразу по турниру, как проходила вообще организация этого соревнования, насколько тяжело было подобрать бойцов для своих спортсменов, ведь практически каждого чеченского бойца, бойца клуба «Ахмад» представлял у меня ты, ты их выставлял на турнир. Ну, так как организация этого турнира шла, как бы сказать, на ходу, короче, где-то за 2-3 недели до этого, до 3 октября, до праздника, да, мы так решили организовать этот турнир. И вот, и практически на подготовку бойцов оставалось эти 2 недели, и последние недели на сгонку веса, да. Ну, и подбор тоже проходил, как бы. Ну, мы подбирали бойцов, соответственно, по уровню нашего бойца, чтобы не было там явных таких, там, мешков боев, да, чтобы бои были красочными, бескомпромиссными, вот даже смотрим, да, глаз любуется, как. Они маленькие, да, но у них уже виден уровень, что не просто там собрали бойцов с улицы, да, и забросаны в клетку. Ну, вот, чуть подробнее, может, познакомимся с бойцами. Это Бакир Ахмедов, представляющий Ставропольский край, его стиль боевое самбо, ему всего 16 лет. Соперник Харон Байсагуров, наш боец, представляющий клуб Ахмат, глазовый стиль бокс, 21 год. Весовая, наилегчайшая весовая категория у нас, и, Зелимхан, вот насколько давно занимается боец клуба Ахмат, то есть, насколько я знаю, ты их тренируешь так же? Да, практически они занимаются, вот, там, полтора года, да, и за эти полтора года, ну, все эти бойцы, которые, кроме двух, там, я начал тренировать, они, когда, я, короче, в селе, местами занимался, у себя думал, когда не успевал ездить в другие тренировочные сборы, и эти парни приходили, попросили там показывать приемы туда-сюда, и пошло так, что они уже освоились, да, и все, ну, хотели, чтобы я их тренировал, ну, натренировал, там показывали, да, раз, там, прием. Из них получилась такая команда, и мне самому уже стало интересно их тренировать. И со временем, вот, у нас появился спонсор, да, человек, который, которому все это понравилось, вот, Идрис Черхигов, спасибо ему огромное, да, что он проводит такие турниры, и организует. Вот буквально через полгода было, когда я натренировал, из них было 5-6 человек, которые я натренировал, и где-то остальные, они из разных отраслей, да, вот, «Номад МММ» такая организация была, мы объединились, короче, и поехали там, провели сборы, «Нальчики» где-то 10 дней, и по приезду оттуда у нас в прошлом году, в 2005, там, 5 октября был такой турнир «Номад ММММ», посвященный на 5-м рождению Дамдана Ахматовича, который был, ну, и там тоже, кроме одного, нашего бойца, все одержали победы, тоже был очень, такой широкомасштабный международный турнир. Ну да, этот турнир запомнился, особенно главным был им вечером, где Магомед Амин Хашгириев дрался с очень известным, опытным Расулом Мирзаевым, и, в принципе, показал, продемонстрировал достойное сопротивление, ну, опыт Мирзаева там, естественно, сказался, опыт и мастерство. «Да, и вот, сейчас, за углом мы видели, который там, секундный вид Хармана Басугурова, да, вот, Шахид Басултанов и Рахим, они тоже вместе со мной там, дебютируяли на этом турнире, и получили колоссальный опыт с этого турнира, это был старт для нас всех. И вот, с тех пор, эти парни, мы заметили, как они там выросли, да, утреяли на ММА. А вообще по любительским соревнованиям, по любительским турнирам ездите, выступаете? Да, да, по любительским тоже они выступают. В основном они выступают по республике так, а так за пределы пока. Из-за того, что я там не успеваю, у меня свои бои туда-сюда. Просто я по Чеченской республике, у нас бывают турниры, и я там как бы обхатываю. Ну, второй раунд у нас пока что есть некое преимущество у нашего бойца. Хоть и владеет боевым самбом Бакир Ахмедов, мне кажется, что в клинче и в партере он чем-то превосходит Бадлу, боксера Байсагурова. Да, видно было, что у него хорошая борьба. У нашего бойца, не скрою, у нашего бойца. У него слабая борьба, короче. И его оппонент видел минус в том, что у него слабая борьба, и начинает бой со стойки в клинче, и потом переводит его в бобу. А вот в такой ситуации что делать? Вот говорится, получилось навязать свое, скажем так, свое ведение боя, свой стиль. Вот как это сделать, допустим, как боксеру навязать борцу бокс? Ну вот боксеру, ему нужно держать свои дистанции со стойки, и как бы ожидать, что он после каждой его атаки, да, что он будет проходить ноги. Или же через каждую свою атаку идет клинч, или же проход ноги. Ну видно, что действительно примерно одного уровня бойцы, нет здесь такого явного превосходства одного над другим, и поэтому достаточно интересный поединок для зрителей. А вообще вот к этому бою, ну вот, ты сказал, что две недели всего буквально готовились, потом неделя на сгонку веса, а физи, морально, как ребята готовы были? Морально я от него вообще в шоке был. Такого настроя я от себя даже никогда не видел, а весь все-таки улыбается, на ринг уходит, от улыбается. Я говорю, что вы сегодня сделали, я говорю, не знаю, у них что-то настроение было колоссальное, на высшем уровне они были. Даже некоторые из бойцов дрались и смеются, я говорю, не смейтесь, деритесь нормально. Ну, не знаю, там, каждая ошибка, можно чего-то ожидать, да, чтобы там от боя... Ну, я бы, как бы, как бы, если организатор, да, и у них там были секунданты, он не мог сдержаться, он там кричал, помогал, как мог. Дерман, а самому выступать проще или вообще организовывать турнир, что сложнее? Ну, организовывать турнир, это одно дело, вот, болеть за своих, да, это совсем, я бы лучше, через каждую пару выходил бы, да, хоть что-то показал бы, чем там стоять и кому-то что-то подсказывать, да, и, ну, такой, болеешь, да. Вот, когда, как началось этот турнир, у меня сердце так начало сбиться, я вот, думаю, ничего себе, когда я ухожу на бой, у меня такого волны не бывает. Ну, здесь получше все-таки выглядит во втором тайме, во втором раунде, особенно Ахмедов, и есть у него контроль в партере, то есть... Да, как мы уже говорили, хороший самбист, да, хорошая борьба у спортсмена по старту, соответственно, тяжело ему сейчас противостоять базовому боксеру Харону Байсагурову, и... Здесь уже практически концовка, он, кстати, перевел, да, более выгодную для себя позицию сейчас соперника Байсагурова. Текдауна, да, и как бы он отвечал ударами, когда он был сверху, вот, боец из Ставропольского края, да, но он, как бы, больше очков набрал. Вот сейчас пытается, пытался Ставропольский боец выйти, вытянуть руку на болевой, но не получилось у него. Здесь снова в более выгодную позицию он уходит, Ахмедов, и тяжеловато сейчас действительно Байсагурову. Сопротивляется, пытается что-то противопоставить, ну, конечно же, действительно, судя по всему, не будем забегать вперед, но вот так визуально все-таки преимущество было на стороне бойца из Ставропольского края. Зрителей достаточно много собралось, Курчулой, и приятно за этим наблюдать. По мнению судейского корпуса, единогласным решением победу удержал боец с сел и районов, да, собрались там. Ну, как мы предполагали, Бакир Ахмедов побеждает в этом бою. Поздравляем его и желаем, конечно же, Байсагуру Харону.